Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 19 января и вот утром я показывала, как я готовлю маточный раствор фитоспорина. Сейчас я буду показывать вам, как из маточного раствора мы будем готовить рабочий раствор для обработки семян. Вот я сейчас буду обрабатывать семена перца и перед тем, как их положить на эти наватные диски, я должна приготовить рабочий раствор. Я вам, когда утром снимала все подробно о фитоспорине, говорила, что если вы не хотите ошибиться, то нужно просто следовать строго по инструкции. По инструкции у нас тут сказано, для замачивания семян, черенков, корней и луковиц мы берем 2-4 капли на стакан воды. Вот этот, который я кусочками из пасты делала, он еще не весь разошелся, там еще внизу комочки, а который быстро растворимый, он у меня растворился сразу, видите какой, я говорила, черный, непрозрачный раствор, как деготь такой. Очень сложно взять 2-4 капельки, я такие маленькие дозировки обычно делаю шприцем. Вот шприц взяла, набрала немножко. Вот все, у меня 2-3 капли, этого достаточно. Вот сейчас как раз промою, это будет 4. Вот для семян такой минимальный объем взять, конечно, сложнее всего. Потом, завтра я когда буду делать рабочий раствор для полива грунта, чтобы грунт обеззаразить от вредоносных бактерий, тут уже будет проще. Тут у нас 1 столовая ложка на 10 литров воды, то есть я возьму 5 литров воды, чайную ложку растворю и этим раствором рабочим полью землю, грунт. Это все, что вы должны знать при приготовлении рабочего раствора. Важно отличать, как отличается рабочий раствор от маточного. Маточный это вот тот густой, который мы будем растворим один раз и будем пользоваться весь сезон. А рабочий раствор для каждого случая разный. Вот сейчас я сделала для замачивания семян, потом буду делать для полива почвы. Но с годами мы уже, кто часто им пользуется, мы даже уже не меряем вот эти ложки, колпачки. Я просто наливаю на глаз и вот раствор должен быть как бы как такая, как светлая-светлая заварка чая. Вот прям чуть-чуть цвет должен измениться. И тут, что самое важное, вы должны знать, даже если вы немного больше концентрацию сделаете, вот этого фитоспорина, ничего страшного не будет. Он безвредный, не будет никаких нехимических ожогов, как при использовании марганцовки. Я вот вам рассказывала, что крутой раствор марганцовки, можно и семена сжечь и все. И здесь не обязательно выдерживать время точное, 7-10 минут. В фитоспорине можно семена замочить и оставить до самого наклёвывания. Всё, до свидания. Вот этот короткий-короткий видеоролик был для тех, кто, возможно, ещё ни разу даже не делал фитоспорин. И самое главное, что вы должны узнать из этого видео, что маточный раствор мы делаем один раз. И потом на основе маточного раствора из него мы делаем рабочие растворы разной концентрации для разных случаев. Отдельно для полива, отдельно для протравливания семян, отдельно для опрыскивания по листу. Всё это делаем из одного раствора. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»